Доброе утро! Спасибо, что присоединились к нам. Как видите, у нас много тем для разговора. Начнем с iOS. Вместе с iPhone iOS помогает организовывать нашу жизнь и оставаться на связи. Теперь мы делаем его еще мощнее и проще в использовании. Представляем iOS 14. В этом году мы переосмыслили некоторые привычные элементы работы с iPhone. Все началось отсюда. С хорошо продуманного главного экрана, который выдержал испытания временем. Все эти годы мы сохраняли его основные черты, но добавляли некоторые элементы. Например, папки для приложений, виджеты для быстрой информации и персонализированные уведомления, обработанные прямо на устройстве, которые дают нужную информацию в нужный момент. Сейчас лучше представить себе iPhone без этих функций. Теперь поговорим, что будет в этом году. Сегодня мы выполняем на iPhone еще больше действий, поэтому мы переосмыслили некоторые из основных элементов iOS. Позвольте продемонстрировать. Все это было в этом году. Все это было в этом году. Позвольте продемонстрировать. Это будет потрясающе. Итак, приступим. Начнем с главного экрана. Сегодня главный экран выглядит отлично, но появляется все больше приложений, и в конце концов у нас будет очень много страниц. А все, что после первых двух страниц, мы забываем. Разве не здорово было бы организовать все приложения, не пошевелив и пальцем? В этом году мы создали библиотеку приложений. Это новое пространство в конце страниц главного экрана, которое автоматически организовывает ваше приложение в простой и понятный каталог. Сейчас покажу. Вот мой главный экран. Как и вы, я помню первую пару страниц, и забываю, что находится на всех остальных. Для этого нужна библиотека приложений. Как видите, все мои приложения автоматически организованы здесь. С библиотекой приложений мне уже не нужно столько страниц для приложения. Мы создали простой способ спрятать страницы приложений. Я вхожу в режиме изменения главного экрана, касаюсь точек внизу, и смотрите, мне открывается обзор всех моих страниц приложений. Касание мне, я могу скрыть ненужные мне страницы. Вот так просто. А когда мы скрыли эти страницы, библиотеку приложений можно открыть, смахнув всего пару раз. В библиотеке приложений очень легко найти нужное приложение. Наверху в поле «Поиск». Приложения организованы в алфавитном порядке. В левом верхнем углу есть предложения. Умные технологии на устройстве показывают приложения, которые, возможно, мне понадобятся. А справа — недавно установленные, где я получаю доступ к приложениям, недавно загруженным из App Store. Внизу приложения рассортированы по категориям. Я могу коснуться категории, например, Apple Arcade, и увидеть все мои приложения в этой категории. Теперь вернемся назад. В каждой из этих категорий часто используемые приложения находятся сверху. Я могу запустить какое-то из них одним касанием. Это библиотека приложений. Теперь добраться до приложения станет еще легче.